Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор мы делаем прямо на стонде компании Sony Mobile на мобильном конгрессе в Барселоне. И вчера буквально компания Sony анонсировала два новых смартфона в линейке NXT. Это смартфоны Xperia P и Xperia U. На сегодняшний обзор я хочу начать с модели Sony Xperia P. Собственно, вот аппарат у нас перед глазами и давайте же посмотрим на него и расскажу вам, что в нем интересного и уникального. Хочется начать с дизайна. Дизайнерская концепция, которую мы начали с модели Sony Xperia S, которую мы называем Iconic Design, продолжается в этих аппаратах. Вы видите прозрачную полосу, на которую вынесены три сенсорные кнопки. Кстати, сразу хочу отметить, что в отличие от предыдущей модели, здесь сенсорные кнопки находятся именно на прозрачной полосе. По дизайну модель повторяет Xperia S. Это те же приятные на ощупь формы, очень эргономичный сам аппарат и в целом очень удобный в руке. Но здесь есть и существенные отличия. Во-первых, размер экрана. Здесь экран 4 дюйма. 4 дюйма QVGA это разрешение 960 на 450 пикселей. Но экран не просто так. Экран сделан с использованием, понятно, наших уже фирменных, ставших привычными технологиями No Air Gap и Mobile Bravi Engine. Но также здесь есть новая фишка, новая технология, которая называется Sony White Magic. Что это за история? Дело в том, что когда у вас на экране аппарата надо создать какой-либо пиксель определенного цвета, у вас используется сочетание трех саб-пикселей. То есть под каждым пикселем, под каждой точкой есть еще три дополнительных точки, которые называются саб-пикселями. Как правило, это RGB. Красный, зеленый и синий. И когда вам надо получить белый цвет на экране вашего смартфона, ну вот, например, здесь, белый цвет на экране браузера, вам приходится вашему смартфону на максимум использовать все три саб-пикселя. То есть все три саб-пикселя загораются максимально ярко. Тем самым вы на экране получаете, в принципе, белый цвет, но, во-первых, очень сильно потребляется электроэнергия. Во-вторых, белый цвет, он не просто белый. Он всегда имеет какой-то оттенок в зависимости от настроек производителя. Здесь же, в этом экране, компания Sony подарила нам новую технологию White Magic, которая, по сути, добавляет четвертый саб-пиксель, белый, к передыдущим трех. И когда вам нужен белый, чисто белый цвет на экране, загорается тот самый один белый пиксель, дает, во-первых, чистый белый цвет без каких-то примесей, во-вторых, позволяет экономить электроэнергию вашего смартфона. Поэтому этот экран не только очень яркий, а надо отметить, что это самый яркий смартфон на данный момент на рынке. Он в максимальной яркости выдает 935 свечей, что примерно в половину больше, чем у обычного смартфона. Но и очень четкая передача цветов, очень четкая картинка на максимальной яркости. Телефон даже немножко режет глаза, поэтому здесь стоит специальная автоматическая регулировка, которая страхует ваш взгляд от повреждений. Это что касается экрана. На фронтальной панели вы также можете видеть камеру, это фронтальная камера VGA. Здесь же у нас датчики приближения, датчик освещенности и, как мы уже с вами сказали, сенсорные кнопки. Кстати, обратите внимание, что здесь уже надпись Sony, и именно так и аппараты и пойдут в продажу. Вот это надпись. Что еще у нас на корпусе телефона? На правом торце у нас находится кнопка включения-выключения аппарата, качелька регулировки громкости, и вы видите здесь под решеточкой, это динамик. Также мы оставили кнопку быстрого запуска камеры, и здесь в этом аппарате используется функция Fast Capture, которая позволяет запускать из стендбай режима до, собственно, фотографии аппарат всего за полторы секунды, что очень быстро и очень хорошо. Корпус сделан с использованием алюминия. Это металлический корпус, я вам покажу его отдельно. Это толстый, хороший металл. Все отверстия сделаны с помощью лазерной резки, что, собственно, говорит о качестве, и они получились очень четкими, такими аккуратными, и очень приятными на ощупь. Поэтому это вторая большая отличительная черта аппарата, это использование премиальных материалов, в частности алюминия. И на левой стороне телефона у нас с вами спрятан слот под микросим-карту. Здесь же находятся два разъема, это microUSB и HDMI-разъем. На верхнем торце у нас с вами 3,5 мм, CTI новый тип разъема. И, в общем, на этом, наверное, и все про внешний вид аппарата. Он очень качественный, очень хороший. Вот прям когда уберешь руки, он приятно лежит в руке. Что у нас внутри? Внутри у нас Android 237, который после выхода аппарата через какое-то время будет обновлен до 4.0, собственно, как мы и обещали, и рассказывали. Но пока это наша оболочка 237, работающая стабильно, красиво и хорошо. Процессор внутри двухъядерный 1 ГГц, батарейка стоит 1320 мАч, если не ошибаюсь, но при учете нового типа экрана она живет вполне себе долго. Значит, что хочется сказать еще про начинку аппарата, это отметить в нем 16 ГБ встроенной памяти, 1 ГБ оперативной памяти и поддержку технологии NFC, про которую мы с вами уже говорили в предыдущем аппарате. Здесь, точно так же, как в Xperia S, в комплекте для российского рынка будут идти две NFC-метки, соответственно, вот они такие красивые, которые позволят вам активировать различные функции вашего телефона без дополнительных усилий. Также в комплекте у нас будет HDMI-кабель и быстрая зарядка нового типа. Телефон появится на рынке во втором квартале 2012 года в трех цветовых решениях. Сначала у нас на рынок попадут черный и серебристые аппараты, вот они перед вами, и чуть позже мы добавим к ним красный цвет. На этом все, спасибо за внимание.